Всем привет! Сегодня я расскажу о смене работодателя на территории Литвы и о своих планах на будущее. Поехали! Сейчас я временно проживаю в Клейпиде. По литовским меркам это очень красивый и интересный приморский город. Также здесь имеется судоремонтный объект. Смотрим! Ну и как же без моря? Смотрим! Бескрайность! Где-то сюда плавают. Где-то там вот. Да, видно. Теперь по поводу смены работодателя. Насчет подводных камней я расскажу ближе к концу ролика после всей процедуры подачи документов. И также с чего начать? Достаточно подать запрос на смену работодателя в департамент миграции. Также это можно сделать через учетную запись на сайте миграции. Ссылочку на сайт я оставлю в комментариях. Когда вы приедете на территорию Литвы работать, непосредственно ваш работодатель создаст вам учетную запись. Но также вы можете это сделать и сами. Регистрация очень простая. Все, что вам нужно, это нажать кнопочку регистрация, ввести свой e-mail, придумать пароль. И у вас, в принципе, создана ваша учетная запись. После этого вам нужно будет ввести имя, фамилия и литовский номер телефона. Также сим-карту можно будет купить в любом магазине. То есть она здесь недорогая, стоит 2-3 евро. И да, нюанс в том, что нужно будет всегда перезаходить свою учетную запись. То есть это нужно будет ввести e-mail, также нужно будет ввести свой пароль. После этой процедуры вам придет смс-ка с паролем. Также этот пароль нужно будет ввести в третий столбик. И также вы вошли в свою учетную запись. И так нужно будет сделать каждый раз. Если вы нашли нового работодателя, и он готов вас взять на работу, также он забронирует вам посещение в миграцию на смену работодателя. Но также вы можете сделать это и сами. Все довольно просто. Все, что вам нужно, это зайти в свою учетную запись. Там сверху будет синим выделено. Забронировать посещение. Выбирайте причину, по которой вы хотите посетить департамент миграции. Все довольно удобно. Выбирайте удобную для себя дату, время. Можно также выбрать город, где вам удобно будет посетить это все. Также какие документы нужно будет с собой взять. Все, что нужно, это паспорт и вид на жительство. Также нужно будет еще с собой взять 18-20 евро для оплаты. Важная информация. На момент подачи запроса вам нужно быть все еще устроенным на прежнем месте работы. Иначе вам придется делать новый вид на жительство. В конце 2022 года ввели дополнительную анкету для заполнения. Изначально ее нужно было заполнять в своей учетной записи. Но там были некоторые недоработки и сбои. Также я с этим столкнулся. Теперь анкету можно заполнить на месте. Анкета довольно интересная. И сейчас вы поймете почему. Вот тот самый опросник. Изначально вам нужно будет написать дата и месяц заполнения. Все это пишется на месте. Также имя, фамилия и гражданство. Опросник идет на двух языках. Литовский с русским переводом. Пожалуйста, ответить на вопросы подробно и честно. Если вы предоставите неточное, неполное или недостоверное сведение, вам может быть отказано в выдаче вида на жительство или визы. Если это выяснится после выдачи этих документов, ваш вид на жительство или виза могут быть аннулированы. Первый вопрос. Укажите свое образование. Когда и в какое учебное заведение вы закончили? Какую специальность или специальности вы приобрели? То есть, пишите дату, когда вы приступили к учебе и дату окончания учебы. И, естественно, нужно написать, какое учебное заведение вы закончили и какую профессию вы приобрели. Пункт второй. Укажите все места работы, где вы работали или работаете в настоящее время. Страна, период, наименование, место работы и обязанности. Если вы гражданин, там, не знаю, Белоруссии, России, в принципе, неважно, то есть, и работаете в Европе, вы должны указать все места работы. То есть, те места, которые подтверждены официально. Период начала, когда вы устроились на работу и когда вы оттуда уволились. Наименование места работы и какую должность вы там занимали. Пункт третий. Прошли ли вы военную службу? Если да, то укажите, когда и где вы проходили военную службу. Страна, период, какие воинские части, воинское подразделение, воинское звание. Пункт четвертый. Есть ли у вас были контакты с правоохранительными органами, военными учреждениями стран, не входящих в НАТО или ЕС? Если да, предоставьте информацию об этом. Страна, период, название учреждения, характер контакта. Пункт пятый. Поддерживаете ли вы контакты с лицами, которые в настоящее время работают или работали в прошлом в государственных учреждениях стран, не входящих в НАТО или ЕС? Если да, подтвердите информацию об этих лицах, их деятельности и характере ваших контактов. Пункт шестой. Имели ли вы судимость, независимо от того, судимость исчезла или нет? Если да, укажите, когда и за какие уголовные преступления вы были осуждены, какой приговор был вынесен и отбыли ли вы наказание. Пункт седьмой. Осуществляете. Осуществляли ли вы деловую индивидуальную деятельность, либо имеете, имели другие деловые отношения со сторонами, не входящими в НАТО или ЕС? Предприятиями, учреждениями и организациями военно-промышленного комплекса, включая деятельность в области товаров двойного назначения, объектами стратегического назначения, сектором государственной власти и управления, правоохранительными и разведывательными органами. Если да, подтвердите информацию об этом. Страна, период, название, род деятельности, обязанности. Пункт восьмой. Имейте. Имели ли вы доступ к секретной информации? Если да, предоставьте информацию об этом. Страна, название учреждения или компании. Пункт девятый. Имейте. Имели ли вы связь со службами разведки и безопасности страны происхождения или другого государства, кроме Литовской Республики? Работаете? Работали в таких службах? Предоставляли им информацию? Выполняли их поручения или иным образом сотрудничали? Если да, предоставьте подробную информацию. Страна, период, услуги. Название разведывательной службы. Характер контактов. Пункт десятый. Поддерживаете ли вы военные действия, проводимые Российской Федерацией на территории Украины? Да или нет? По вашему мнению, кому принадлежит Крым? Украина или Россия? И в конце нужно будет поставить подпись. Переоформление занимает не больше месяца. Я подавался в начале мая, и мне всё сделали за 22 дня. Теперь насчёт подводных камней. Если вы собрались менять работодателя, ни в коем случае не говорите ему об этом. Вам запросто могут просто взять и аннулировать вид на жительство. Мол, логика такова, что ты от нас уходишь, ты нам не нужен. Тебя просто припишут какой-нибудь косяк и запросто уволят. В другом случае вас могут просто отправить на какую-нибудь грязную работу, где никто не хочет работать. И по сути вы никуда не денетесь. В таком случае я считаю лучше не рисковать и не говорить. Просто нашли нового работодателя, договорились с ним, сходили. В миграцию подождали меньше месяца. И вам потом придёт уведомление на электронную почту. Сейчас я перешёл на новую фирму. До этого я работал в Паланге. Ну, у меня уже есть видео на эту тему. Я там проработал целых три дня. И мне потом пришло уведомление на электронную почту, что одобрена смена работодателя. И теперь я работаю на другую фирму. Здесь отправляют в командировки по всей Европе. Я считаю то, что это круто. Можно так же покататься по всей Европе, поработать. Так же вкачивать свой английский язык, общаясь с носителями. Я считаю это круто. В следующем видео я расскажу, куда меня отправят работать и чем же я буду там заниматься. Всем удачи и хорошего настроения. Пока!